Известный писатель, автор многих бестселлеров Андрей Александрович Тюняев И издательство «Белые Альвы» давно планировали эту экспедицию на русский север Туда, где еще живы тысячелетние русские традиции Туда, куда еще не добралась ранча современных безродных кочевников, пожирающих даже самое священное Конечной точкой маршрута стала урочище Кульсевель, расположенная в изгибах по-настоящему огненной реки по имени Стрелица Здесь, в окрестностях поселка Берекова, Вологодской области, местные жители до сих пор щеголяют своим неповторимым и приятно архаичным северным говором А сами окрестности до сих пор несут ту сакральную чистоту, которую воспевал в своей поэзии величайший лирический поэт Николай Рубцов Кульборд Пицца – это образ Родины, России И мы сейчас и посмотрим, какой была Россия, какой она сейчас, вернее, есть в России Мы считаем, что очень красиво, мы здесь живем, я считаю, что здесь все еще не выездны, что Израиль, куда ехать? Субтитры создавал DimaTorzok В рочище Кульсевель Николай Рубцов проводил много времени, всматриваясь в сказочные пейзажи здешних неповторимых мест Здесь рождались его самые сердечные стихи Здесь пыталась понравиться поэту река Стрелица, копируя своими изгибами самые изящные женские линии К примеру того, как в русском языке образуются два слова Здесь у нас появились 10 пеналов объектов И их можно было как-то назвать И это было как-то назвать Слово-боршество Слово-боршество Огненная река Огненная река Граница перехода из этого мира, мира Яви В тот мир, мир Нави В русских сказках мост через огненную реку охраняет змея по имени Яга Многие пытались отыскать этот мост и эту реку Многие стремились перейти на тот свет, чтобы там отведать заветное яблоко бессмертия И после вернуться в этот мир уже полностью бессмертным Но получилось это только у богов, предков русского народа Описание этих подвигов до сих пор сохраняется в русских волшебных сказках Зайка, почему красная такая, не знаете, трава? Нет, из той же идеи, в болотах Такой оттенок в воде продают, продвигают по болотам, растворяют торф Как называется ручка? Стрелица Вода темная, но вкусно обновенно Чай, даже вкусно получается В первый раз Ивана Билибина к сказке Аленушка, братец Иванушка, известная В Билибине рисовал вот с этой точки Это пейзаж, и самое главное там есть Такая маленькая избушка с пирамидальной крышей Это была мельница, у нас есть фотография И поэтому вот по той мельнице мы понимаем, что тут с этой точки И обрыв, который сейчас зарос лесом, его не видно Но там, как правило, что же есть И монетка Российская Понетка двор Джарптица Ивана Билибина Трапан называется Джарптица Николая Рубцова И Николай Рубцов в молодости Снял на этом месте Ее переделали холмы Бросай, монетка Пусть летит Джарптица Помните сказку о братце Иванушке и сестрице Аленушке? Только белые лебеди могут пересекать границу между Явью и Навью Только они на своих крыльях унесли Иванушку в царство Кощея Куда выручать братца ходила его сестра Аленушка Когда это было? Давно Очень давно Тогда и мир Яви располагался всего лишь через реку Тогда Аленушка и Иванушка могли встречаться поэтам и художникам Видел их и знаменитый русский художник Иван Билибин Свою картину, посвященную им, он писал здесь, в Кульсивеле Воспетые Николаем Рубцовым поэтические образы приобретали художественную материализацию Насыщаясь программными кодами языческой старины И кажется совершенно чудесным то, что здесь создавали свои шедевры и великий русский художник Иван Билибин И великий русский поэт Николай Рубцов 300 лет все предки поэта Николая Рубцова жили в деревне Самылково и в деревне Куусеево Матушка была в соседней деревне Куусеево И храм Спаский, где они венчались, где матушка пела в церковном хоре И останником был предыдущий Малевинский Стрелем был в 1937 году, 19 января Прибыль в один день и возникла Памятный камень, еще есть вот пребывание здесь Калая Рубцова Здесь вот сам молодежь и сегодня до сих пор собирается от Чпут-костер Это было вот всегда И мы в свое время здесь тоже время проводили С компанией здесь тоже был Сантаите сюда Продолжение следует... Продолжение следует... Памятник поэту в виде огромного валуна поставлен на самой высокой точке крутого обрыва речного берега, а памятником художнику является сама река, запечатленная на его полотне и бережно не меняющая своего русла. Продолжение следует... Преодолевая по скрипучим мостушкам огненные воды стрелиться, искренне удивляешься такому диву. Сама же речная долина в обрамлении высоких берегов и холмов становится полностью замкнутым миром, в котором, как кажется, проходит какой-то волшебный эксперимент. Здесь, словно в огромной печке, выпекается первоначальная русская земля, ее тесто поднято лесами, ее нутро начинено водами клюквенного цвета, а деревянные дорожки, словно ленты, украшают долину поверху. Место называется Чумбуры. Это старое название, оно записано в записках Малевинского. То есть он тоже не объясняет, то есть он не знает, что это. То есть сто лет назад уже не знали, что началось вместо Чумбуры. Сто лет назад была такая версия, что это место называется Чумбуры, потому что это ям, а вот еще. Больше версий никаких нет. Вот загадочная канавка, вот мы на ней над ней стоим, она идет из реки и туда. Сейчас мне тарвай не видно. Вот так, там еще одна канавка, треугольник, одна сторона река и две канавки. Вот в этой канавке, здесь была запруда в этой канавке, вода подавалась, спущая которой вверху. Там есть остатки плотины, здесь можно поднять и остановить, даже как текла вода. Я сам планировал это остановить, эту систему гидротехническую, и тогда будет видно, как это работало. То есть треугольник, окруженный водой, и вот эта яма. По версии Малевинского, говорит, и щелок. На самом деле, эта яма тысячи лет. Подойдем поближе, посмотрим планеграфию. А сейчас скажи, пожалуйста, вот эта вот горушка, на которой мы были, там пацаны на Ивана Купаву собирались или еще в другие какие-то? Нет. Я из-за чего спрашиваю, что прямое визирование двух точек. Хотите версию, почему Чумбуры называется? Боровицкий холм в Москве, место сбора. Недословный перевод Чумбуры, сын трепещет. Такого нет в языках. Есть. Не-не-не. А вот если вы говорите, допустим, княжнюю могилу, то это может быть здесь. Я вообще думаю, что здесь был курган. Как вы думаете? Ну может и был курган, но по планеграфии это землянка. Нет, раскопленный курган. Небольшие переходы от мостка к мостку, и ты пересекаешь чертоги Нави. В каждом свой дух. В каждом своя поэтика. К каждому своя иллюстрация. Мужка, естественно, который стоит в женском. То есть, это здесь было какое-то древнее святилище. Вот я вам и говорю, что это княжняя могила. В княжней могиле всегда камень стоял. Скорее всего, был курган. И он раскопан какими-то разорителями. Покрыты на ремне сто лет назад. Местные уже не знали, что это такое. В городе вообще сто процентов держим могилы. Причем во всех местностях абсолютно. Чудские легенды, что здесь, где-то вот в этих местах 16 или 17 век, мужики ловили рыбу и в реке выловили мужчину голубоглазого, светловолосого, чудин. Чуть белоглазая. Он не говорил по-русски. Пожил с ними неделю-две и сбежал. Мельница, которая изображена на иллюстрации Ивана Билибина, находилась в этом месте. Она была точно такой формы, как у него. Она существовала до начала 60-х годов. То, что от нее осталось, вот это жернах мы выкопали в этом же месте. Канавка шла, да? Теперь понятно значение канавки. На Руси в самые древние времена первородным навьем миром считались именно долины реки. Здесь в водах огненной реки обитала русалка Рось, праматерь русского народа. Она первая царица Руси. Ей посвящены курганы. Орель Холмского района Его reference Ты идешь туда, на святилище, и тебя залежают. То есть одна и та строка служит двум целями. Сначала очищение, потом здесь омовение, и потом зарядка. Присмотрите, вот. Здесь мощная подзарядка. Туда идешь, частично сбрасываешь, а частично заряжаешься энергией воды, и там уже идет уравновешивание. Все, Республика, что-то не оттуда. Что чувствуешь? Сирен, противопол. Вот оттуда. Есть, да? Легкая есть. Да, есть. Но человек неподготовленный, и он уже чувствует. Попробуйте. Я это видел на Кавказе, причем там хорошо ориентируется северо-юд. Стрела, каменная стрела на размере метра два. Заточенная вот так вот, как ромбом. И ведет к такому же кругу. А это на этих самых, на могильниках, где... Не могильники, а жились людей каменного века, землянки. И они это делали Миша, тут Стрелка, и тут же такой Жорнов. С превышением над долиной больше 500 метров. И зачем этот Жорнов нужен на таком скалистом склоне, постелен возле ниши, где Костровище, и где вот эта Стрелка. Он там, мельницу они там точно не делали. Не та культура, не то время было. Но такие круги там лежали. И такие круги есть на Славках. И я понимаю. Но понимаете, вот люди, которые... Я скажу. Люди, которые знают, вот могли приспособить вот этот Жорнов для чего? Для своих целей. Пришлые монголоидные племена не понимали цивилизации русов. Но в их рассказах все еще сохраняется свидетельство той древней старины, которую пытались постичь поэты и художники. Финны-Угры переначили на свой лад русские волшебные предания о русалке Росе. У монголов она стала чудином. Одного такого чудина выловили местные рыбаки. В самом центре речной долины устроен царский курган. Царь – это женский титул. В древности царем могла быть только женщина, ведущая свой род от русалок. Курган, расположенный в центре речной долины, это тот самый ковчег, в котором спит своим вечным сном спящая красавица по имени русалка Рось. Сегодня в религиях известны под именем Мария или Дева Мария. А вот они и князья, про которых мы говорили. Сегодня курган открыт. Его отвалы красноречивы. Спящая русалка проснулась и вышла в человеческий мир. Русь, Россия, названная ее именем, покоится под пологом великой богини. Не зря они не вышли. Я говорю, я вот, видите, я не стою. А это камень-чашечка. Не, не надо, лучше садись. Вставайте, не надо. Вставайте. Близ кургана осталось каменное кольцо, которое в древности служило символом пуповины, связывающей Навий мир и явный мир. Наши предки провели от реки Канавку и через такое кольцо пускали воду. Ключевая вода вытекала из центра кольца, олицетворяя потоки живой воды, питающей наш мир из подземных глубин. Такие кольца встречаются на других священных русских источниках. Другие древние боги расположены тут же, в долине, в виде огромных камней валунов наши предки до сих пор бессмертны. В состоянии навигации они покоятся в саду камней, молчаливо разговаривая спутниками. Этот сад – княжеский посад, в котором собрались валуны, волшебные князья. В каждом камне живет душа языческого бога. Перемещать камни и тем более причинять им какой-либо ущерб нельзя и крайне опасно для здоровья. Спящие в камнях боги не станут церемониться с тем, кто побеспокоил или нарушил их вечный сон. Каждый камень имеет свое лицо. Эти лики не все могут распознать, но один узнаваем всегда. Это камень-следовик или камень-чашечник. В древние времена, когда мать-русалка принесла сына, он был первым богом на земле. Отсюда его имя – Перун. Земля в те времена только появилась, и была она большой горой в центре Мирового океана. Перун первым вышел на вершину этой горы. Он сам был великаном, и гора по сравнению с ним казалась всего лишь большим камнем. Перун поставил свою ногу на этот камень, а правой рукой отодвинул небо вверх. Он разделил небо и землю, и от усилия его нога промяла твердый камень, на котором в память о том подвиге остался отпечаток ступни Перуна. Этот камень лежит в центре древнего мира, а сам Перун теперь покоится в камне, который отмечен руной по имени Топор, выполненный в виде русской заглавной буквы «Т». Если бы так было, я бы сказал, что это руна. Сад камней и царский курган в долине Огненной реки – это древний русский мемориальный комплекс. Это сакральное кладбище, на котором покоятся души наших первопредков, великих языческих богов, русалки Роси, Перуна, Велеса, Сварога и многих еще. Сердце поэта чувствует пульсации спящих богов. Сердце художника видит божественные образы, сохраненные в необработанном камне. Душа русского человека питается силой первородного русского мира. Пришли на тот свет. Волшебные русские сказки, потому и волшебны, что в них упакована истина. Хозяин того света. Хозяин ночи. На выходе из долины Огненной реки молчаливый страж в форме филина. Он встречает путника, который возвращается в мир живых, выходя из мира своих мертвых великих предков. Они дали ему силу, и он несет ее живым, чтобы традиция Руси не прервалась. И лик земли не покрылся безобразными шрамами крестов. Это бесоветское обновление. В 1930-е годы в нем, когда закрыли церковь, бабушки и пестыли детей. Я не говорю, только это ковчег. После Перуна многие боги вернулись из Нави. Здесь покоятся оставленные ими ковчеги. Кто вернулся из Нави на каменном плоту, а кто и на железном. Живые источники бьют из груди матери земли, как молоко, питающее нас, ее сыновей и дочерей. Отведать такого молока, вернуться к источникам изначальности. Путник прошел свою тропу по дороге Нави, зачерпнул мертвой воды из Огненной реки. Теперь он испил воды живой, добытой из колодца. Не воскреснуть, а возродиться. Вот древняя истина. Никому не нужен оживший покойник. Жизнь продолжается детьми и внуками. Именно в них всякий раз возрождается умерший человек. Душа, засыпая в одном теле навсегда, просыпается в теле другом. Ей отведен новый срок, время, в течение которого душа должна блистать и гореть, чтобы нести свой свет человечеству. Русь – это жар-птица, роняющая свои огненные перья в огненную реку Нави и оперяющаяся новым сверкающим убором, воплощенным в божественной сущности русского народа. Жар-птица – последняя ипостась русского человека, которую он проживает в волшебном мире перед тем, как в очередной раз в родах проснутся младенцы. Новый, сверкающий своей непорочностью, русский человек выходит из чрева матери земли, освобождается от вод Нави и в первый раз наступает своей крохотной ножкой на твердую материю явного мира. И наш грубый мир единственный раз проминается перед ним, чтобы при рождении поймать отпечаток ноги счастливца. По этому отпечатку потом, в конце своей жизни, этот же младенец, превратившись в глубокого старика, найдет свою дорогу в Нави. И колесо возрождений не прервется. Попьем? Попьем, заходи. Не, акунуться-то где-то. Попит. Достаньте полуведерочка. Да, так вот, девочка. Да, отверсти. Да ладно, сверху отопьем, да и все, что там. О, смотрите. Лучше бы торпеть для чая. Да, не знаю. Путнику, покидающему мир Нави, остается только перейти Калинов мост. Он на выходе из утробы матери. Хорошо. И вот это место поднимается, ураль, уставая. Когда показывается голова ребенка, когда он испускает первый крик и вдыхает не Навью воду, а явный воздух, все прежнее волшебство остается в сказках. И лишь сохранившаяся в памяти жажда теперь утоляется не водами божественной огненной реки, а молоком человеческой матери. Последним пограничным пунктом на этой тропе является избушка на каурьях-ножках, в которой свой бесконечный век коротает вечная хранительница моста между Явью и Навью, великая богиня-змея-яга. По мосткам и деревянным дорожкам мы проходим свой путь в Навь и обратно. Не один раз. Не раз мы любовались красными водами огненной реки. Не раз лесные фонтаны нашепотовали нам сакральные новости Нави. Возрождаясь, мы всякий раз забираем из Нави чуть больше божественного, того, что позволяет нам наполнить волшебством наш реальный мир. Многие это называют открытиями или изобретениями, но на самом деле это наш опыт предыдущих поколений, который нам удалось захватить с собой с того берега Калинового моста. Прощаемся с хранительницей Врат, великой богине-измеей-ягой. От всего сердца благодарим своих матерей, милую человеческую женщину и ненаглядную любимую Родину. Они – суть одного нашего рождения, которое мы, подобно жар-птице, проживаем бессмертно в детях и внуках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова